Общегородской субботник провели в Архангельске. Участие в массовой уборке областного центра от снега и наледи приняли почти три сотни горожан. В их числе сотрудники УФСИН, МЧС, судебные приставы, работники городской администрации. Взял лопату в руки и глава Архангельска Игорь Годзиш. Основная задача для организованной части – это уборка наших пешеходных дом, уборка вокруг памятников, памятных мест. Безусловно, Чумбаровка, безусловная набережная. В первую очередь, наши скверы. Праздничной программой отметил Архангельск трехлетие присоединения Крымского полуострова к России. Она прошла на площади перед театром драмы. Сегодня эйфория от исторического события миновала, но осталось понимание – в 2014 году все было сделано правильно. Хорошо, чтобы присоединились. Почему? А зачем вам давать Крыму? Ой, Крыму от этих, Украине. Они бы американцам отдали бы. Крым российский. Я считаю, что если наша земля, она должна быть нашей. И это законно, и это легитимно. Я одобряю. В Наринмаре трехлетию воссоединения Крыма с Россией посвятили ежегодные соревнования по кроссу на снегоходах. Они проводятся каждый год на Кубок Героя Советского Союза Артура Челенгарова. Отважный полярник лично открывает заезды. В этом году участвовало 56 человек, в том числе 15 женщин. Новинка сезона – заезды юниоров. Игорь Годзиш вручил благодарности работникам Водоканала, которые 4 и 5 марта самоотверженно устраняли аварию на тысячники. Градоначальник высоко оценил их работу и поздравил с профессиональным праздником – Днем работника коммунального хозяйства, который отмечался в минувшие выходные. Всегда работая вместе с ребятами, выезжая на все аварии, видел, что это за труд. Знаю, насколько всегда любой работник Водоканала, любой работник вообще сферы энергетики, связанной с коммунальным хозяйством, находится под прессингом. Хотя это те люди, которые непосредственно приносят в дома наших горожан и тепло, и свет, и воду. Это как раз то, что называется, собственно говоря, комфортно. В эти выходные в Архангельске в гостиных дворах прошла презентация фотоальбома «Братья и сестры». Это издание подготовили тележурналисты канала «Россия-24» Зинаида Курбатова и Леонид Орончиков. С творческой экспедицией они побывали в Лешиконии, Мизене, Устьянском, Холмогорском районе, на Пинежской земле. И создали большой публицистический проект о людях с северной глубинки. Издание увидело свет при поддержке губернатора Игоря Орлова. Это дань, это приношение нашему русскому северу, это наше уважение, восхищение этим краем, этими жителями, вами. Знаете, этот альбом, он на самом деле такой сигнал. Сигнал того, что мы находимся, ведь являемся детьми не айфонов, небоскребов и бетонных набережных. Мы дети деревни, которая создавала Русь. В Коряжме стартовала шестая спартакиада воспитанников детских домов Архангельской области «Будущее со спортом». Отборочный тур для Южной конференции. Участвуют команды из Яринска, Солевичегодска, Котласа, Коряжмы, Ильинска-Подомского и впервые сборная Красноборска. Открыли спартакиаду игры по флорболу. Кроме этого, будут лыжные гонки, настольный теннис, дартс, баскетбол, легкая атлетика, мини-футбол. Сильнейшие представители Южной конференции отправятся в финал спартакиады, который пройдет в Северодвинске в декабре этого года. Не секрет, что наш Яринский детский дом – один из сильнейших детских домов, который занял первое место в финальных соревнованиях, которые прошли недавно в декабре в городе Коряжма. Поэтому мы преследуем самые высокие цели – это победа. Я думаю, что эмоций будет очень много. Запомнится сегодня эти матчи. В общем, я не знаю, но победим мы в таком случае. В Цыгломинском храме без звонницы появились колокола. Их общий вес – 70 килограммов, и пока они временно установлены прямо у входа в храм на специальной деревянной конструкции. Средство на приобретение колоколов пожертвовала семья прихожан. По словам настоятеля храма отца Феликса Самарокова, летом планируется построить постоянную звонницу в виде беседки рядом с храмом. Отметим, что появление колоколов в Цыгломинской церкви совпало со столетием приобретения иконы Державной Божьей Матери – главной иконы храма. В настоящее время люди изготавливают колокола, они служат своей целью – проставляют имя Божие, напоминают людям о вечности, о смысле жизни, о Боге. Также они служат для того, чтобы призывать людей на богослужение, напоминают о том, что сейчас в храме идет служба. Субтитры создавал DimaTorzok